Нужно проводить такой опыт. Вы посадите детей и сделаете мощную гамма-вспышку. Поехали! Дети ничего никому не рассказали. И мощная радиовспышка. То есть сигнал дойдет не одновременно. Вначале дойдет гамма-вспышка, а радиовспышку уже никому не интересует. Поиск нового маршрута. То есть скорость света в среде зависит от длинной волны. И именно это мы видим на этом красивом графике. По горизонтальной оси просто время. А по вертикальной оси частота. И вот эта линь не соответствует приходу этого импульса на разных частотах. Частоты меняются не сильно. Вот 1,3 ГГц, вот 1,5 ГГц. Средняя частота 1,4 ГГц. Это такая волшебная частота. Про частоту никто не знает. А про длинную волну все знают. Это 21 см. Это то, на чем мы говорим с анапланетянами. А они с нами молчат. 1,4 ГГц. Самая популярная частота для наблюдений в радиоастрономии. И видно, что на высоких частотах сигнал приходит нам быстрее, а на низких частотах позже. И насколько сильно искривлена вот эта линия, показывает нам, сколько вещества было на пути импульса. Соответственно, мы в принципе, если мы знаем, как распределена среда, можем сказать, как далеко находится источник. То есть, посмотрев на эту картинку, люди сразу скажут, источник не может находиться в нашей галактике. Очень много надо среды, чтобы так сильно задержать сигнал. Держитесь правильнее. Здесь все-таки время... Затем поверните направо. Вот полсекунды. Полсекунды – это огромное время. Если там вы нажимаете кнопку «Вводы», и у вас полсекунды компьютер ничего не делает, вы уже в бешенстве обычно. Соответственно, это не наша галактика. Значит, это где-то далеко. А если далеко, это сразу очень интересно. Почему? Потому что как только вы вышли за галактику, вещества мало. И чтобы набрать его много, нужно идти очень далеко. А как только вы ушли очень далеко, вы получаете, что сигнал должен быть очень мощным. У него вначале должна быть огромная мощность. Вот это замечательное шок, которое не всем видно. Здесь 43 терпо-секунды. Там половине из тех, кому видно, оно ни о чем не говорит. Это 3 миллиарда светимостей Солнца. Это фантастическая величина. И она закачана в радиодиапазон. Это еще удивительнее. Потому что поместить спуску в радиодиапазон очень тяжело. Если мы что-то взрываем, вот мы хотим что-то мощное взорвать на Земле, да? Мегатонную ядерную бомбу взрываем. У нее много энергии уйдет в гамма-излучение. А в радио почти ничего не уйдет. Ну, то есть, конечно, ваш приемник там что-то щелкнет будет, если вы находитесь вблизи эпицентра, и тут рванул. Но это, что называется... Поверните направо. ...ничтожная доля от полного энерговыделения. А тут... Я уже... Приготовьтесь к повороту налево. Вы привыкайте. Мне ведь очень нравится. Я периодически для бодрости и умершления в флоте читаю комментарии. Поверните налево. ...в лекции. Вот. Там из одних самых любимых... Дослушал до места, где лектор говорит, что 2π – это 10, и выключил. Ну, вот я клянусь, что 2π – это 10. Почему? Что π квадрат тоже 10. Ну, и, соответственно, получается, что π там одновременно равно единице треума в единице. Многим это не нравится. Так вот, 10 миллиардов светимости Солнца – это фантастическая величина. И это сразу становится очень интересно. Потому что 10 миллиардов светимости Солнца, запихнутое в одну миллисекунду – это какая-то фантастика. Да еще в радиодиапазоне. Так вообще не бывает. Поэтому, кстати, неудивительно, люди, конечно, сразу пришли с макронитянами, и я придумал новый термин. Ну, наверняка это Боян. Я не видел, честно. То есть очередные журналисты мне спросили, что я вот там, ну, могут купить, когда... Ну, вы знаете, тогда это должна быть очень высокоразвитая, неразумная связь. Держите справедливо, затем поверните на право. Делать такую ерунду, 10 миллиардов светимости Солнца просто в всех народ – это как-то перебор. Вот. Короче, был открыт совершенно удивительный источник. И главная прелесть в том, что больше ничего не видно. Вот эта короткая радиовспышка, хорошо авторизованная, вся технология была отработана, и больше ничего не видно. И это страшный путешествие. Открыли это случайно, открыли в архивных данных. Это замечательный радиотелескоп вблизи города Паркс в Австралии. Он так скромно выглядит, на что вы представили, от сит до сит 64 метра. 64 метра. То есть, к слову, реально. Давайте прямо проведем голосование. Кто считает, что он сможет кинуть теннисный мячик на 64 метра рукой? Есть такие люди в зале? Мы иногда встречаются. В принципе, реально. Но это очень тяжело. Короче, от сих до сих не переплетает. Этот телескоп работает много лет, ищет радиопульсары. В частности, он много чего делает полезного. Поиск радиопульсаров – это обзор. Люди просто тычутся в разные точки неба, ищут радиосигналы, ищут периодичности, и научились искать короткие сигналы. То есть, они уже искали эти самые вращающиеся радиопульсары. И, тыкнувшись вот в эту область, это Магелланово облако, Малое, Магелланово облако. Вот эта красивая штука, в виде звезды шерифа. Мы еще к этому вернемся. Это то, куда смотрят телескопы. Он смотрит в 13 таких дырочках. И вот в этой дырочке они увидели всплеск. И если мы подставим ожидаемые числа, здесь светимость на вскоре более скромная. 10,41 рпсекунду. Но это потому, что мы подставили полток равной единичке, а на самом деле он в 30-40 раз больше. То есть, получается, как раз вот те самые 10,42 рпсекунды, о которых я вам и говорил. И сразу у людей возникла некая ассоциация. Ассоциация с космическими гамма-всплесками. Космические гамма-всплески были открыты в самом конце 60-х годов. И эта история как раз связана с тем, про что я говорил. Когда взрывается атомная бомба, то самое главное, что происходит, это мощный гамма-всплеск. Поэтому, когда в 60-е годы, после корейского кризиса, значит, Советский Союз, США и Китай решили хоть что-то сделать, чтобы не начать срочно воевать перед кругом, они решили контролировать испытания радиаторных, проводимые всеми людьми. Там есть всякие загадочные сигналы. Можно погугать, проводила ли Южная Африка когда-нибудь испытания радиаторного оружия или нет. Интересные все эти загадки. Так вот, контролировали это с помощью СПУ. Вот такой красивый спутник. Это американцы спутник. Держитесь правильным. Американцы называют спутник Африка. Мы называем спутник Африка. Мы называем спутник Африка. Мы называем спутник Африка. Спутник Вело. Вело совсем не потому что вырусает. Съезд справа. И они начали видеть гамма-всплески. Вот первый зарегистрированный гамма-всплеск. Короткая вспышка, очень мощная. Длится 6 секунд. Африка пришла откуда-то из космоса. То есть ни русские, ни китайцы, ни миноваты. И даже Южная Африка. Не сразу, естественно, результаты с военного спутника попали в профизические журналы. Но это довольно быстро произошло за несколько лет. И почти 30 лет люди мучились с этой загадкой. Очень похоже. Происходят в спутниках. После этого начали запускать специальные спутники. Их видели сотни в год. Они происходят, они мощные. Они происходят где-то в космосе. Но мы не знаем где. Может быть, они происходят в Солнечной системе. Может быть, они происходят на расстоянии в миллиарды световых лет. И люди 30 лет это обсуждали. Выяснилось, что все-таки они происходят на расстоянии в миллиарды световых лет. И решить загадку удалось. Потому что люди все-таки в 90-е годы одновременно увидели, что в гамма-диапазоне и в начале в рентгеновском. Чем плохо видеть только в гамма? Тоже понадобится. В гамма-диапазоне трудно точно определить координаты. То есть, если вы знаете, что вспышка произошла вот там, с точки зрения современной астрономии, это ни о чем не говорит. Там очень много интересных объектов. Если вы туда наведете перескоп Пабло, он увидит миллион галактик. Реально, если я свой палец проецирую в местную сферу, тем самым свою самооценку, то в области, закрытой пальцем на небе, можно увидеть миллион галактик. И сказать, где там, что произошло, совершенно невозможно. Проблему решили в 90-е годы запустить, сделав очень простую вещь. Запустили спутник, это, причем спутник, он питал голландский. Две великие косметические державы, питали из Голландии. Запустили спутник, где в одну сторону смотрел гамма-телескоп, рентгеновский. И они какое-то время ждали, но все-таки они дождались довольно быстро, взадок вам. Вспышки, которые одновременно были увидены не там и там, а в рентгеновском диабазоне не умели координаты определять точно. И тогда смогли навестись, увидев, что в далекой-далекой галактике произошла вспышка сверху. Ну, и так узнали о том, что же такое гамма-всплецкого. И тут происходит примерно то же самое, но в радиодиапазоне. То есть история повторяется. Как писал Крышев. Знаете, такой человек Крышев. Хороший человек. История повторяется трижды. Два раза в деле трагедия, один раз в деле. Но вот пока это повторяется в виде интересных удивлений. Так вот, 2007 год. Первый всплеск, интересная загадка и тишина. Потому что нет никакого второго всплеска. Доходят 2007 год, 2008, 2009. То есть кризис. 2008, 2010, 2011. Ничего не происходит, кроме кризиса. Насыпает 2012 год, и люди открывают второй всплеск. Вот снова такая линия. Но, в отличие от предыдущего, который был там ниже Малого и Беланова, вот этот произошел в плоскости галактики. И это, в принципе, указывает на то, что, скорее всего, это объект галактический. Плоскость галактики не такая большая на ней. Млечный объект. Если у вас есть два объекта, один произошел в плоскости галактики, а другой нет, вы решаете, что в плоскости галактики это типичный объект. А тот, который нет, это какой-то странный урод, которого вам бы счастливилось наружу. Вот и все. И это меняет полностью картину. Это никакие не объекты светильного стекуляра светильности Солнца. Вы начинаете придумывать другие объяснения. И объяснения могут быть очень красивы. Люди в этой статье 12-го года предположили, что это испаряющаяся черная дыра. И если бы они были правы, ох, если бы они только были правы, это было бы, конечно, интереснее выпустить радиосплеск. Ну, мы не знаем, что это такое, но это тоже интереснее. Но это была бы фантастика. К сожалению, это не оно. И ситуация, короче, ясни не стала. То есть вот был первый, 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 первый. Второй и ничего не ест. Более того, были открыты перитоны. Перитон – это крылатые олени. Это картинка из Википедии, а в Википедии все правда. Вы можете зайти и посмотреть. Перитон выглядит именно так. То есть если бы вы видите, то наоборот, что фонтан будет. Это перитон. Тоже вот такая полоска, но видите, она полоска какая-то пятна. И вроде бы он имитирует не галактический, далекий-далекий объект, но на самом деле ясно, что это вот какая-то ерунда. Что-то происходит здесь. У нас же постоянно что-то ищет, да, в атмосфере, еще кто-то не говорит. Люди исследовали самые разные варианты. Первая гипотеза была очень интересна. Миллисекунды – что это такое? Радиотелескоп смотрит в очень маленькую точку на небе. Вот реально вот пальцем. Вот сколько вы закрываете, радиотелескоп смотрит туда. Самолет пролетает. Вы можете поэкспериментировать. Вот летит самолет. Попробуйте закрыть его пальцем и считайте, за сколько он летит. С другой стороны пальцы. Доля сегмента. Люди проверили расписание рейса. Летает ничего-то на небе, и считают, что люди проведут. Но самое главное, что таких событий видели много, десятки. И смотрите, что у вас есть. У вас есть всплеск 2007 года. Когда часть людей взбудилась, подумал, что это интересная загадка, далекие неблагалактические источники, шесть лет ничего, открывается второй всплеск плоскости галактики, и ситуация становится непонятна. А потом вы открываете полсотни объектов, которые явно технические. Когда вы вообще решаете, что у вас есть какой-то шум непонятный, есть два объекта, которые наверняка такой же шум, просто почему-то не пятнистый. Вот и все. Такое бывает. И поэтому как-то в последние несколько лет было такой затишки. Загадка была, но люди не мучили себя ей. И ситуация радикально изменилась летом 2013 года, когда было представлено сразу четыре новых всплеска. Вот здесь я сделаю маленькую паузу и напомню тем, кто знает, и расскажите, что означают вот эти загадочные цифры. У меня иногда предыдущиеся на рисунке. Есть такой очень полезный сайт. Архив Форк. Это крупнейший депозитарий предприятий научных публикаций. Там сейчас больше полутора миллионов статей. И астрофизики, он 25 лет назад появился, астрофизики почти сразу начали его очень активно обучивать. И в астрофизике более или менее все сколько-нибудь значимых статей появляются там. Авторы сами их туда кладут. В чем прелесть статьи там в свободном доступе. То есть нет у вас доступа в нынче. Не надо лезть к ним в такой с цеха. Есть цивилизованный способ решить все эти проблемы. Они говорят, не обязательно что-то воровать. Можно обойтись без этого. В астрофизике все статьи из Nature и Science, если авторы хотят, выкладывают сюда, а авторы обычно хотят. И вот это номер статьи в архиве. Что важно, 13 это год, 0,7 это месяц. То есть цифры, которые здесь появляются, даже если вы никогда не полезете искать эти статьи, то, по крайней мере, это помогает следить за хронологом. Например, не представляете, когда все это происходило. Так вот, в статье Торнта нас, товарищи, было представлено 4 новых события. Ни одно из них не лежало в плоскости галактики. Это очень надежный источник, совершенно не похожий на перетоны. И вот тут, в июле 2013 года, стало место. Держитесь правее, затем поверните направо. Появилось название «Быстрые радиовсплески». Поверните направо. И вот с этого момента, с июля 2013 года, теоретики озаботились прямо мгновенно. И за полгода придумали несколько десятков. Держитесь ревее, затем поверните налево. Мы с вами потом про это потихоньку поговорим. Поверните налево. Чуть позже люди узнали, что такое перетоны. Это сделали две вот эти замечательные девушки. Приготовьтесь к повороту налево. К этому моменту фактически все быстрые радиовсплески перетона были однодорожны только телескопом в Парксе. И было ясно, что если перетоны это какие-то помехи, их надо искать локальные. Люди проделали колоссальную работу. И в апреле 2015 года появилась статья. Она только что не 1 апреля вышла. Она очень нужна. Люди выяснят, что это микроволновка. Я боюсь, что 90% аудитории знают, но я расскажу. Астрономы думают об астрономии, а не идее. И вообще любой нормальный человек не ждет мерзкого, блямкающего звука микроволновки, что все готово. И нажимает кнопку открывания отверстия за секунду до того, как все будет готово. Правильно? Согласитесь. Так вот, когда вы его открываете, умная электроника тушит все, что вы, значит, вы тоже не разогревались. Но делает она это не мгновенно, конечно. И пока дверцы открываются, а электроника все выключает, немножко радиоволн вылезает наружу. И поэтому при определенной ориентации телескопа, если открывалась микроволновка, то радиотелескоп регистрировал всплеск. И они более-менее все объясняли. У них есть один удивительный всплеск. Они не могут его объяснить и воспроизвести. Считается, что в дверце микроволновки застряла фольга. Но это покрыто тайно. Может быть, это, конечно, не тянет. Это свойство микроволновок, и так она получается. Более того, в статье есть замечательная фраза. Я ее в переводе воспроизведу до слов. Бимодальный характер распределения перитонов по мере дисперсии объясняется двумя разными типами микроволновок, работавших в обсерваторе. Это еще и уникальная особенность. Так что вот к этому моменту действительно загадка стояла в полный рост. И это все было очень важно. Насколько это уникальные всплески? Вот еще один график красивый. Здесь нарисованы разные радиовспышки. Вспышка – понятие растяжимое. Знаете, как у человека вспышка ярости, она длится 15 лет. В радиоисточнике тоже могут себя так вести. По горизонтальной оси, по сути, отложена длительность всплеска в секундах. 10-10 – это миллиард секунд. 10 миллиардов секунд, извините. 10 миллиардов секунд – это 300 лет. Миллиард секунд – это 30 лет. То есть есть длинные вспышки, но мы знаем, что это переменные источники. Источники полвека уже получаются. Шкала логарифмическая. То есть это 300 лет. А вот это уже 1 секунда. А вот это 10 микросекунд. А вот это 0,1 наносекунды. То есть это очень быстро. 0,1 наносекунды. При вертикальной оси светимость в неких хитрых единицах. И вот они – быстрый радиосклеск. Вообще говоря, не важно, что нарисовано. Важно, что вот видно. С ними нет. Вот кучка таких, кучка таких. Разные другие. А эти совершенно уникальны. Они очень короткие и жутко мощные. То есть есть мощные, но зато они являтся долго. Это можно понять. И это всякие сверхмассивные черные дыры. А эти очень короткие, значит, они обязательно маленькие. Вот это давайте я тоже поясню. Вот у вас есть объект какой-то сложной формы. Или простой формы, неважно. Как на обложке книги. Если вы хотите, чтобы он как целое мигнул за какое-то время, он должен быть маленький. Потому что время будет не сильно отличающееся от размера объекта делить на скорость света. Чем больше объект, тем дольше он будет менять свои характеристики. Всем, кто смотрел баскетбол, это известно. То есть есть вот центровые ростом 2,5 метра. Есть разыгрывающие вот такого роста, как макси-бокс. И вот макси-бокс очень быстро может бегать между ногами у центровых. И это общее правило. У него вот меньше L. А скорость света какая есть, такая и есть. В данном случае это скорость баскетболиста. Все готово. Приятной поездки. Ясно, что это должно быть маленький объект с совершенно фантастической энергетикой. Я не буду останавливаться на этих числах. То есть я могу вас поразить, что в некотором смысле можно сказать, что температура этих объектов 10 в 35 градусов. Но это не физическая температура, поэтому куда-то не надо. Но они действительно совершенно уникальны. Хорошо. Чем это можно объяснять? Ну, естественно, если у вас есть энерговыделение, за короткое время самое простое, что-то взорвать. Но, как я уже говорил, если вы что-то взрываете, очень трудно всю энергию взглянуть в радиодиапазон. Почему? Если у вас есть вокруг вещество, вы обязательно его нагреваете. Вы нагрели вещество, оно будет светиться или в оптическом диапазоне, или в рентгеновском диапазоне. Если у вас там какое-то движение с околосветовыми скоростями, вы наверняка получите гаммы. Но долгое время это не удавалось проверить, потому что быстрые радиовсплески открывали по архиву. Статья 2007 года, первая, всплеск, о чем я не сказал, это где-то было написано, всплеск 2001 года. Мы обработали архивы и узнали, что за несколько лет до был такой всплеск. Очень трудно такие всплески было обнаруживать, идентифицировать сразу. Впервые это удалось сделать в мае 2014 года. Всплеск, его удалось за короткое время, но я не помню точно, за минуты, за десятки, может быть, минуты, идентифицировать. И это позволило через несколько часов начать наводить туда телескопы, спутники в разных диапазонах. И если бы там был какой-то большой водобум, вспышка сверхновая, гамма-всклеск, то обязательно что-то увидели. Вот этот красивый график, чтобы он не обозначал, говорит нам о том, что там ничего не увидят. Но можно сказать, что здесь горизонтальное оси время в днях 1, день 10 и 100 дней 0,1 дня, то есть 2,5 часа. Это кривая блескового гамма-всклеска, это кривые блески разных сверхновых. И точки, это наблюдение области, где вспыхнул вот этот быстрый радиовсклеск, в разных диапазонах, и нигде люди ничего не увидят. То есть если бы это была сверхновая, люди бы видели постороносную сверхновую. Если бы это был гамма-всклеск, то люди бы видели гамма-всклеск, то не видно вообще ничего. Поэтому катастрофические сценарии вот с этого момента начали отбрасываться. То есть невозможно объяснить быстрый радиус плески ни по каким-то там выше... Держитесь левее. Еще некая более хитрая причина, почему плохо объяснять быстрый радиус плески, например, гамма-вскрески. Но самое главное, такая глобовая причина, невидный гамма-вскресок. Появилась возможность смотреть, начиная с 14-го года, ничего не увидит. Но тем не менее, найти точно, где вспыхнул источник сложного... Давайте теперь уже количественно посмотрим, насколько не точно определяются координаты. Вот так смотрит телескоп Паркс. То есть вот это области его высокой чувствительности. Здесь он действительно видит, насколько большие эти кружки на небе. Вот это примерно лунный диск. Вот этот внутренний клуб. То есть вообще говоря, это довольно большое пятно на небе. И для первого всплеска полная область локализации вот такая. Но это даже больше лунный диск. Повторюсь, в этой области видно очень много чего интересного. Для галактики, например. И выяснить, где же произошел быстрый радиус плески, не удается. Потому что это просто разовое событие. Затем поверните направо. И все. Вы не можете его в доме измерить. Уточните его положение. Вы не видите каким корректным дископом. Поэтому в некотором смысле по счету... Держитесь правее. Есть небольшие продвижения вперед. Определять координаты источников. Здорово, если они повторяются. И окончательно катастрофический сценарий был похоронен, когда был обнаружен первый источник повторных быстрых радиус плесков. Обозначения у источников все вот такие. Fast Radio Burst. И это время первых лучших. 12-й год. Ноябрь. Второе число. Но все быстрые радиус плески специально наблюдали повторные еще в течение какого-то времени. Типичные десятки часов. И в данном случае не просто наблюдали там, например, телескопы в Парксе, а навели антенну Борисиба. Антенна Борисиба это уже не 64 минуты, а это 300 минуты. Это гораздо более чувствительный телескоп. Можно сообразить, например, на 25-26 минут. Гораздо более чувствительный телескоп. И он смог увидеть слабые вспышки, которые не видел бы телескоп в Парксе. Вначале они увидели 10 событий за несколько часов. Слабенькие всплески. Но самое главное, что, во-первых, уже даже одним телескопом позволило уточнить место положения. Так еще вдобавок, поскольку он повторяется, тут готовы подключаться и другие. Потому что, смотрите, у вас неизвестно ничего, где всплыть. У вас есть большой радиус телескоп, есть много интересных задач, куда посмотреть. Прибегают люди, говорят, ну давайте мы будем двое суток пялиться вот в это место. Говорит, вы знаете, у нас много других интересных людей. А тут к вам прибегают люди, говорят, вы знаете, у нас их несколько событий в час происходит. Давайте посмотрим немножко. Ну хорошо. И начали смотреть разными инструментами. Филдберг в Европе, Аресиба, но на американском. Держитесь, Селезей. Это в Северной Америке стоит, то есть на эстонной территории американских индейцев. И видно, что есть события, которые были увидены этими инструментами одновременно. Если один у вас штат, а другой в Коэр-3, как в Европе, то вы можете очень точно определить положение. Фантастически совершенно точно. Здесь радиоастрономия начинает работать очень хорошо. И положение источника было определено очень точно. Настолько точно, что туда попала одна единственная галактика. Более того, было определено положение источника внутри галактики. Галактика – вот положение источника, не в ценной земле. И тогда уже вы можете получать время на 10-метровых аттечных телескопах и смотреть аккуратно в эту точечку. И выяснилось, что это область бурного звездообразования. И это очень здорово. Мы с вами потом перейдем к обсуждению гипотези, что это могут быть быстрые радиоскопы. Но то, что это область активного звездообразования в молодой галактике, это очень здорово. Это прямо указывает на молодые нетеродные звезды. В этот момент казалось, что мы прямо, ну, почти поняли, что такое быстрые радиоскопы. И остались детали, как с пульсарами, как они звучат. И сплеймер состоит в том, что в этом году мы узнаем, что жизнь гораздо интереснее будет. И это действительно некие будут новости. Но как бы то ни было, в 2017 году, в Бухвиз как давно, чуть больше минуты назад, люди смогли впервые определить галактику, в которой произошел быстрый радиоскопы. И расстояние до нее действительно примерно 1 гипотези, то есть примерно 3 миллиарда светилов лет. То есть это действительно светильность в миллиарды светильности Солнца, радио, амазон, это стичное блеск, и совершенно непонятно, как происходит. Появился каталог быстрых радиовсплесков с понятным сайтом rbk.org, другой может зайти, там много всех тут данных, посмотреть, поиграться. Сейчас в этом каталоге, ну сейчас, я не знаю, вчера я был 96. Поэтому сегодня я не знаю, вряд ли сегодня больше. И, наконец, мы переходим в ГУКОТЕ. Потому что вообще говоря, интересно все-таки понять, что это. Потому что если что-то вы видите необычное, конечно, здорово вспомнить. Но цель воняется. Ну и, в общем, удивление это связано с тем, что вы видите, что у вас почему-то необычное. Сейчас, известно, под сотню всплесков существует там пара десятых фотосов. Интересно было до 17-го года. Ну, не того 17-го, а до того тоже было. Потому что всплесков было меньше 20. И, известно, заниматься областью, где количество исследуемых объектов меньше числа базовых гипотез, которые пытаются необычные. Гипотезы, как вы видите, очень разные. Про все мы, конечно, говорить не будем. Но про некоторые поговорим. Вообще говоря, гипотезы можно разделить на две большие группы. Вообще говоря, все можно разделить на две большие группы. Всегда. Потому что делить на одну группу не имеет смысла. И в данном случае это нейтронные звезды и всякая ерунда. Нейтронные звезды, потому что они дают, как мы уже знаем, радиопульсарам, вращающимся радиотранзиентам, короткие мощные радиосплески. Не такие, как эти, но в принципе они это умеют. Держитесь, лидеи. А всякая экзотика, потому что это чисто психологические фирмы. Как я не устаю цитировать в нашем фильме «В ожидании главного частицы», Сергей Троицкий, замечательный теоретик, он с этой ядеронных исследований, говорит, «Я вообще считаю, что теоретик должен заниматься тем, чего в природе не существует. То, что в природе существует, экспериментаторы и так откроют. Интересно заниматься тем, чего в природе нет. Думаблогу. И теоретики, по большей части, этим занимаются. То есть какой-то значительный момент. И, ну вот они занимаются этой ерундой, они, может, написали какую-то статью про эту ерунду. И больше про это говорит как-то уже неловко. А им хочется, потому что они этим занимаются. И когда появляется малейший повод сказать, «А, может быть, вот такая вот ерунда», они немедленно пишут про эту публикацию. Все немедленно это публикуют, потому что всех тоже хотят читать про ерунду. Ученые им тоже не чуждают какие-то человеческие дистанции. И в этом смысле обилие экзотических атрибутиз оно вполне себе объяснит и интересное. Хороший повод поговорить. Поэтому, вообще говоря, рассуждая про быстрый радиус, если чем тема хорошая, можно чуть ли не физику обсудить, потому что люди предлагали бы узнать, что. То есть, так же, я уверен, что можно там весь курс астрономии построить рассказывание, и только рассмотрим. Весь курс общей астрономии рассказывает только про взрывы сверхновых. В принципе, это настолько богатая тема, что они позволяют все обойти. Ну, а дальше будет фраза. Держитесь правее. Хорошо. Начнем с экзотики. Немедленно, но еще в 2008 году, они написали, что это космические сути. Важный дисклеймер никаких космических струнных существ. Ну, то есть, есть десятки людей, которые положат заниматься. Тем не менее, люди придумали, как с помощью космических струн сделать вот прям точно постраду сплеск. Самое главное, идентификация галактик закрывает. Космические струны, они как губы, да, в Верхоттеке. И они вовсе не обязаны сидеть там в областях звездообразования, в галактике. Зачем? Вообще говоря, людям, которые живут в этой галактике, космические струны, они не решают. И в этом смысле хорошая локализация закрывает эту модель, но люди развивали богатую физику. в этом направлении, в общем, довольно интересно. Я уже сказал, что когда был обнаружен второй струнск, люди предположили, что это испарение черной дыры. И это было бы действительно очень здорово. Вполне сериалистично и здорово. Вообще, обнаружение испаряющихся черных дыр я бы назвал самым, как сказать, вероятным помноженным на интересность открытием астрофизики, которая может произойти. То есть мне трудно назвать что-то более интересное, что, в принципе, может произойти в ближайшее время. А это может произойти. То есть мы знаем, что черные дыры должны испаряться. Мы знаем, что их должно быть много. Это во всех космологических сценариях возникает. Но, видимо, их недостаточно много. Мы пока это не увидим. Просто должны плести. Но это может произойти. Это очень здорово. Вспышки видны с близких расстояния, там, в гамма-диапазоне, в геновском диапазоне, в радио. Они видны с немножко больших расстояния. Это было бы интересно. Люди специально искали. Затем поверните налево. Но, к сожалению, пока так и не нашли. С нейтронными звездами так или иначе можно сразу связывать несколько механизмов. Вот на таком примере можно пояснить базовую идею. Мы знаем, повторюсь, что нейтронные звезды испускают короткие радиоимпульсы. Делают это, а не с помощью своих больших мощных магнитных полей. Есть на анатасфере нейтронных звезд. И нам важно что-то сделать быстро в этой анатасфере с характерным временем миллисекунды. Как-то ее встряхнуть в эту анатасферу. Простой способ встряхнуть в эту анатасферу. Держите зрение. Затем поверните налево. Мы рассматривали такой сценарий. Он не подходит, потому что, ну, во-первых, самое главное, мы не видим сверхновых. Это вообще сразу все убивает. Но все равно есть проблема с темпом, много с чем. Но здесь, пожалуй, я это впервые скажу. Вот это многообразие гипотез, высказанных по поводу быстрых радиосплесков, даже в тех случаях, когда гипотезы явно неверны, они не бессмысленны, потому что они физически обоснованы. То есть такие всплески могут быть. Мы знаем, что есть двойные системы. То есть есть системы, где есть нейтронная звезда и массивная звезда. Массивные звезды взрываются, как сверхновые. Соответственно, должны быть системы, где сверхновые взрываются рядом с нейтронной звездой с мощным магнитным полем. И тогда ударная волна встряхнет эту атмосферу, и что-то интересное произойдет, будет какой-то интересный транзиент. По всей видимости, мы пока такого не видели, но когда-нибудь увидим. То есть все вот эти игры теоретиков про то, что не существует, но могло бы быть, на самом деле они очень часто про то, что могло бы быть, и, наверное, когда-нибудь мы увидим. По крайней мере, в астрофизике. Так, у теоретиков там, конечно, было бы жестко. Можно необязательно сверхновую встряхнуть, можно включить активное ядро галактики, можно устроить гамма-всплеск вблизи нейтронной звезды. Тут необязательно уже, чтобы это была двойная система. Расстояние побольше становится, не несколько астрономических единиц, скажем, а несколько парсек. И люди тоже придумывали такие сценарии. В течение, ну, как-то долгого времени, то есть пары лет, одним из самых перспективных сценариев считался сценарий слияния нейтронных звезд. Ну, во-первых, это связано с тем, что в это время все прямо ждали, должны были вот заработать Лайга и Вирга на плановой чувствительности, то есть должны были быть открыты гравитационные волны от слияния таких объектов. Уже было ясно, что космические гамма-всплески короткие, связанные именно с слиянием нейтронных звезд, в течение, в течение сколько? 10-15 лет. Разные группы людей предсказывали, что слияние нейтронных звезд должно приводить к радиовспышкам, но никто не говорил про миллисекунды. Это тоже, как сказать, ну, не то что удивительно. Объяснение-то этому довольно простое, но и объяснение состоит в том, что невозможно высказать все гипотезы, если это не следует из каких-то очень хороших вычислений, если это очень точный результат. А просто у вас есть такая мысль, так не принято говорить. Любая из вот этих трех статей, упомянутых тут, могла бы содержать утверждение, а еще, может быть, они дают и короткие радиовспышки. Но это утверждение ни о чем. Так не принято говорить в науке современной. У меня все равно, люди постоянно пишут в ВКонтакте, говорят, у меня есть такая гипотеза, вот такая, примерно, а вот, но короткая. Соответственно, здесь прелесть в том, что выделяется много энергии, все как надо, процесс явно идет. Есть один недостаток большой. Нет, два недостатка. Первое, первый не очень большой. Должен быть гамма-всплеск. Но при слиянии нейтронных звезд гамма-всплеск очень узконаправленный. И действительно, луч может на вас не попасть. Честно говоря, хорошо, если у вас не попал, если у вас не лезет, потому что не надо. Но более серьезный аргумент состоит в том, что быстрых радиовсплесков происходит много. Я вам еще не сказал, сколько я до этого доберусь. Но это происходит много. А вот этих штук происходит мало. Раз в 10, как минимум. Они происходят реже, чем радиовсплеск. Поэтому такое объяснение не проходит. Зато чаще сливаются белые карлики. Люди, естественно, начали пробовать объяснить быстрые радиовсплески с влияниями белых карликов. Чем все это плохо? Невозможно. У вас есть два белых карлика. Они слились. Выделилось много энергии. Всплеск. Ведь отлично. А теперь давайте еще 200 раз на бис. Ничего не получится. А мы видим повторные всплески. Соответственно, все повторы невозможно объяснять. А забегая вперед, теперь повторов известно много. И поэтому все катастрофические сценарии, где что-то такое замечательное, красивое, разово происходит, не подходят для объяснения этого типа объектов. Но, повторюсь, это все равно гипотезы о том, что могут быть радиовсплески, связанные и с этим. Следующая очень красивая идея, тоже катастрофическая, поэтому тоже как-то закрытая, это супрамассивная нейтронная звезда. Если вы возьмете нейтронную звезду и начнете на нее кидать камушки, то что с ней рано или поздно произойдет? Правильно. Сколомсирует черную дрову. Почему это произойдет? Потому что в центре нейтронной звезды плотность дорастет до некоторого критического значения и там начнется коллапс. Ну, а дальше все посыпется. Но важно, чтобы плотность доросла до критического значения. Вот что важно. Вообще говоря, важна не полная масса нейтронной звезды, как таковая, а важна плотность в центре. Плотность в центре, ну, конечно, она создается массой. Звезда давит сама. Но вы можете ее уменьшить, если раскрутить нейтронную звезду. Я вот всем советую наесться поплотнее и сесть на карусель. Вы узнаете, что… Или там в центре фугу. Вы узнаете, что плотность внутри меняется. Там интересные движения происходят. Узнаете, как у вас устроены органы пищеварения в деталях. У нейтронных звезд все то же самое. Если вы берете нейтронную звезду, начинаете ее быстро вращать, плотность в центре падает. Потому что она пытается расшириться. Вы ее раскручиваете. И поэтому быстро вращающиеся нейтронные звезды могут быть тяжелыми. Что нарисовано на этом красивом графике. По горизонтальной оси плотность в центре, по вертикальной оси масса. Вот эта линия соответствует предельно возможной массе не вращающейся нейтронной звезды. А вот это в предельной массе вращающейся нейтронной звезды. Соответственно, если в результате коллапса ядра звезды образовалась нейтронная звезда вот такая, она замедлится и станет нормальной нейтронной звездой. А вот если вот такая, то она замедляясь в какой-то момент сколлапсирует черную дыру. Потому что она дойдет до критической плотности, она окажется в области неустойчивости. Но в этот момент это нейтронная звезда еще. У нее есть магнитосфера, токи текут. И это уж точно хороший способ встряхнуть нейтронную звезду. Превратить ее в черную дыру. И, соответственно, это способ, в принципе, сгенерировать мощный радиовсплеск. Это тоже была довольно популярная гипотеза. Расчеты показали, что очень трудно долго продержаться. Авторы вначале считали, что так тысячу лет можно ждать, пока не произойдет коллапс. Более точно расчеты показали, что трудно ждать дольше нескольких часов. И поэтому мы должны видеть сверхновые, связанные с быстрыми радиовсплесками. Мы их не видим, поэтому красивая гипотеза тоже. Другая очень красивая гипотеза. И вот тут, что мне нравится у авторов, это один из примеров того, когда люди, конечно, пишут сразу, ну вот есть такая идея, она вообще не объясняет все быстрые радиовсплески. Но идея очень красивая, и так может быть. Я вот тут столкнулся с интересным феноменом. То есть как-то вот наша жизнь, она так быстро движется. И у меня такое ощущение, что появилось уже какое-то поколение студентов, которые уже не смотрели теорию большого взрыва. Вроде было недавно. Я вшокирован был просто. Но я их еще попытаю через неделю, когда вернусь. Чего они молчат, когда я им про это шучу? Так вот, вы помните, что самый главный конфликт в сочинении, почему еще не пишут на ЕГЭ, главный конфликт в сериале теории большого взрыва. А главный конфликт состоит в конфликте между шелком и Лесли Уинкл, о том, правильная теория струн или петлевая квантовая гравитация. Так вот, в петлевой квантовой гравитации нет никаких сингулярностей. У петлевой квантовой гравитации есть много положительных черт, в частности, там нет сингулярности, потому что там есть петельки, и вы по определению не можете их упаковать бесконечно плотно, у вас просто получается комок петель. И в этой модели, когда черная дыра испаряется, значит, она становится все меньше, 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 меньше. Вот горизонт сжимается, а в центре сингулярность из этих петелек. И горизонт, ну, можно предположить, что эти петельки как-то рассасываются, и все аккуратно, так, самосогласованно сойдет на ноль. Но ответа нет, по крайней мере, в некоторых расчетах. И горизонт дойдет до вот этого комка петелек, и у вас черная дыра превратится в белую. В чем прелесть? Ну, кроме того, что это просто красиво. Прелесть в том, что обычные черные дыры, испаряясь, много энергии спускают в самом-самом-самом-самом конце. А что означает в самом конце? Означает, что у них осталось мало массы. А мало массы означает маленькую полную энергию вспышки. Поэтому их видно там хорошо, если с одного парсека в гамма-диапазоне. А здесь вы гораздо раньше наткнулись на этот комок. И поэтому у вас начинает взрываться, по сути, объект гораздо более тяжелый, и вспышка более мощная, ее видно с больших расстояний. Ну а дальше, это задача теоретиков, покрутить параметры. Люди их покрутили и смогли подобрать параметры, так, чтобы объяснить быстрые радиосплески. Но повторюсь с правильным дисклеймером, что это интересная теоретическая идея. Но, конечно, она не должна объяснять все эти объекты. Наконец, мы добрались до первой хорошей гипотезы, которая дожила до наших дней. И она связана вот с чем. Мы знаем, что есть нейтронные звезды. Мы знаем, что темп потери энергии нейтронной звездой, давайте я по-умному обозначу это Е с точкой, могу по-глупому обозначить это буквой Л, как вам больше нравится. Но самое главное, что эта штука пропорциональна магнитному полю в квадрате и периоду вращения в минус четвертой степени. То есть в два раза увеличили поле, в четыре раза уничтожила светимость, в два раза увеличили период, в 16 раз увеличили, в два раза уменьшили период, в 16 раз увеличили энергопедили. Соответственно, что мы знаем? Мы знаем, что есть пульсар в графике, пульсар в гратовидном туманстве, который спускает мощный импульс. И вот на этом, на всех этих красивых графиках, это показ на этом блоксе. Это сам импульс. А здесь, насколько часто происходят импульсы с разной энергетикой, в общем, короче, есть пульсар мощный импульс, который происходит редко, но они реально мощные, и поэтому их называют пиганские. Съездки справа. Пиганские импульсы пульсара в крабе. Так вот, пульсар в крабе имеет поле 3 на 10, 12 гаусс, чтобы это не значило, период вращения 33 мс. Мы можем себе представить поле в десятый раз, затем поверните направо. Десятки раз в квадрате дадут нам тысячу. И мы можем представить себе период 30 раз меньше. 34 степени дает нам миллион. Держитесь правее. Миллион на тысячу – это миллиард. То есть, если мы наивно скажем, что… Ну, представьте, вот, грубо говоря, это, конечно, сильная экстраполяция. Я могу пойти после лекции в ресторан, там, и за два часа потратить, наверное, на съесть на две тысячи рублей. А дальше вы делаете интересную экстраполяцию. Вы говорите, а вот туда пойдет миллиардер, и поскольку денег у него там условно… Двигайтесь прямо. Миллион раз больше. Он за два часа съест не на две тысячи, а на два миллиарда рублей. Ну, мы знаем, что на самом деле не получится съесть на два миллиарда рублей, даже если есть деньги. Но логика некая в этом есть. Нейтронные звезды устроены проще, чем электро-миллиардеры. Двигайтесь прямо. И поэтому мы можем так сделать. И тогда мы можем высказать такую гипотезу простую. Держитесь правее. Что если мы представим себе пульсар, у которого магнитное поле в 30 раз больше, чем у пульсаров троповидной туманности, а период вращения в 30 раз меньше, то он даст такой гигантский импульс, который по своей мощности, точности будет равен ожидаемым от быстрых радиус. Это очень красивая идея. Она, в принципе, базируется на существующих предположениях плюс экстраполяция. Вот экстраполяция, она такая немножко наивная, но, тем не менее, это красивая идея. Мы к ней еще вернемся. Продолжаем про экзотические гипотезы говорить. Есть такие интересные частицы аксиона. На самом деле мы не знаем, есть ли такие частицы или нет. Они должны быть. Ими занимаются теоретики. Но это очень хорошие частицы. Если вы спросите теоретиков, какие частицы не из стандартной модели должны существовать, то я думаю, что на первом месте они вам не зовут аксиона. Их, к сожалению, пока не обнаружили. У аксионов есть интересная особенность для нашего фильма «Ожидание волновых частиц». Очень хороший художник-мультипликатор нарисовал совершенно волшебную мультипликацию. Можно все остальное не смотреть, только мультики посмотреть. Есть такой процесс Примако, как аксион в магнитном поле превращается в фотон. И вот художник это нарисовал. Выглядит совершенно божественно. Хороший художник. Соответственно, если у вас аксионы, облако аксиона, вылетает в магнитно-сферу нейтронной звезды, а летят они быстро, то они могут превратиться в фотоны. И, соответственно, вы увидите вспышку. Подобрав правильно массу аксиона, вы можете получить вспышку радиодиапазона и независимо гипотеза у нас и кто-то в Японии. Вы сказали эту гипотезу. Не буду говорить, почему это, скорее всего, неправильно, но гипотеза очень красивая. И опять-таки что-то подобное может быть. То есть ответ в том, что такое должно происходить, но вспышки будут менее мощные и более длинные. Так что надо искать. Еще один красивый способ сделать вспышку это превратить нейтронную звезду в кварталу. Кто знает, как это делается, я не буду. Можно, в конце концов, что-то уронить на нейтронную звезду. Лучше что-то большое, например, астероид. Если вы это сделаете, можно ожидать мощной вспышки. Это был один из механизмов, который предлагался в 90-е, может, 80-е годы для объяснения гамма-всклесков. Если бы они происходили не в миллиардах световых лет, а в тысячах световых лет, а в десятых тысячах, то можно было бы так объяснять. Здесь тоже проблема с повторами, чтобы сказать. Ну, кроме того, что много непонятного, но проблема с повторами. Всякие другие красивые кипотезы. Ну, наконец, это самое любимое. Я вообще не устаю про это говорить. Давайте над вами проведу опыт. Кто знает результатов, то помолчу. Назовите мне самое интересное, важное астрономическое открытие, то есть не теоретическое, самое интересное астрономическое открытие, важное, что это и так далее, сделанное в нашем городе. Если это сдавать специалистам, они обычно говорят, что-то отмечает. Вот моя точка предпринимания стоит в том, что самое интересное открытие, когда это сделано в нашем городе, это открытие мембранского спешка из металла. Сделать, чтобы это было в нашем городе. В 79-м году открыли гигантский спешки магнитар. Это фантастическая штука. Нейтронная звезда. Вы знаете, шарик. Шарик размером. Шарик размером. Если километр заградил. Эта штука на долю секунды светит не миллиард, светит не с венок, не с венок. А светит, как 10 тысяч миллиардов для меня. 10 тысяч миллиардов светильности Солнца. Это гораздо больше светильности галактики. Это совершенно прорезает. И это видно в гамма-диапазоне, жестких экинах, где-то перед ними видно. Так вот, если от вот этого колоссального энергового деления отщипнуть одну миллионную венок, то одна миллионная – это немного. все, кто искал и смотрит на популярный график, понимают, что не миллионную, а не тронуную. То вы сможете объяснить, что вы радио сетей. И оказывается, все остальное тоже хорошо. Время, время нарастания, вспышки, пром, рост, светильности, это как раз делится в нюанс. Если посчитать частоту этих событий, то она оказывается какое надо. Такие штуки происходят в раз в 30 лет сетей. Это дает нюансы вселенную примерно. И поскольку виды это в больших расстояниях, там кроме радиуса немножко оконечными литвиками, у нас недостаточно хорошие и любые гаммы для скота, чтобы увидеть скучки на комитарах и состояния в один росте. Поэтому это очень красивая фипотеза. У нас это было в 2000 году, как-то бла-бла-бла. Юрий Любарский в 2014 году с администрированной работой Формсона превратил это в детальный теоретический сценарий. С тех пор это активно развивается в последних статьях Андрея Глазбородова в августе в 2000 году, где прям очень детально заработали с механизмом и вычитать похожее это объяснение все. Так что вообще говоря, есть по крайней мере очень хорошие кандидаты в теоретическом точке зрения магнитара. Там есть все равно некоторые ситуации куда углубляться. Саша, а можно туда идти? Идея примерно такова. Нужно, чтобы магнитар был обыкновен, что я не знаю, Конечно. Это было не было. Нужно, чтобы магнитар был окружен туманностью и тогда, когда произойдет гигантская вспышка на магнитаре, пойдет магнитный импульс, который потихонечку дойдет до туманности, накачает ее энергию и заработает аналог лазера. Заработает мазер. Мазер это как лазер, что на самом деле это как. Буквел, в лазере это «ролайф» и «ролайф» и «ролайф» и «ролайф» и «ролайф». Эта модель детально разработана, не обязательно должна быть симметрия сферическая, это может быть такой глобик расширяющийся и, соответственно, сигнал сферически направленный. В общем, люди активно занимаются и занимались разработкой этого сценария. Мы знаем, что у магнитаров есть туманность, то есть, опять-таки, все ингредиенты видят, но нет окончательного доказательства, что это действительно так и происходит, то есть, нам не удается пока провести какой-то решающий эксперимент, решающий ингредиенты, которое бы выделило одну из ингредиентов, более того, последние ингредиенты все запутывают и к ним мы сейчас перейдем. Ну и перед этим краткий рейтинг гипотез, то есть, есть много-много разных моделей, но все в целом начинает указывать на молодые нейтронные звезды. У молодых нейтронных звезд есть два источника энергии, один мы уже записывали, вот этот геомик квадрат пополам, а второй источник это магнитное поле, там тоже довольно большая энергия, да не будут, могу написать, что-нибудь вот такого типа, В это магнитное поле, Р радиус нейтронной звезды, ну, то есть, вот это просто объем нейтронной звезды, то есть, какое-то магнитное поле в объеме нейтронной звезды, энергия считается так, это тоже большая энергия, прелесть в том, что вот ее понятно, как быстро выделить, вот представьте, в этой, вот вам сейчас ставится задача, вы, ради спасения своей жизни, вам дается гвоздь, его нужно оплавить, хоть чуть-чуть, что вы будете делать, конечно, тереть, ну, в смысле, безумств условий, ну, поем, конечно, главное, да, его нужно в розетку тут же втыкать, устраивать короткое замыкание, только ток позволяет быстро выделить очень большую энергию, и когда у вас есть сильные магнитные поля, всегда это означает, что текут большие токи, и, например, на Солнце мощное энерговыделение, это не какие-то там термоидованные реакции в центре, а это пересоединение магнитных силовых линий вблизи поверхности, то есть это короткое замыкание, короткое замыкание способ выделить очень много энергии, и гигантские вспышки магнитаров это как раз такие короткие замыкания, поэтому есть два, есть один хороший объект, нейтронные звезды, источника энергии, это вращение нейтронной звезды, и магнитные поля, вот вращение трудно быстро выделить, вы можете там миллион лет очень мощно светить, ну или хотя бы там какой-то никакой миллисекунды, а с магнитными полями проще сделать очень короткое мощное энерговыделение, это очень здорово, так что есть все равно две хорошие, два хороших сценария, гипотиз внутри может быть много, формально, но ответа мы не знаем, нужны новые наблюдения, поэтому посмотрим, что у нас значит с наблюдением, ближайшее будущее на самом деле это сейчас, ближайшее будущее через минуту, работают известные большие инструменты, хорошо себя зарекомендовавшие наблюдение быстрых радиус всплесков, и они специально апгрейдятся именно под наблюдение быстрых радиус всплесков, поскольку это считается очень важная задача, интересно, что будет в конце, держитесь левее, затем съезд слева, ну да, нейтронные звезды, вот так, надо, съезд слева, но пока это все выглядит очень интересно, люди очень серьезно в этом вкладываются, в хорошем смысле, очень модная тематика, то есть идет работать Паркс, 64 метра, и в Россию вот эта чуть больше 300 метров в Россию, но зато она не поворачивается, держитесь правильнее, слишком большая для того, чтобы ее поворачивать, но я уверен, в следующем чемпионату мира у вас сделают 200-м уровень снижен футбольный стадион, который еще не поворачивается, и вырастет свои свободы, Есть специальные проекты, предназначенные практически прямо для для поиска быстрых радиоскопов. Иногда это просто какие-то такие вот приблуды на имеющихся инструментах SuperBee, это проект телескопа в Парксе, то есть это некая система поиска, которая в прошлом году эффективно начала работать, просто она делает инструмент эффективным, а иногда это прямо новый инструмент. Первым заработал в Австралии от Мост вот такая система телескопов, это уже совсем не похоже на тарелки, вообще похоже на атаку плома, это вот совсем по-другому выглядит еще радио, и сколько похоже, к слову, сказать, на глушилки, если кто-то видел, реально, кто видел глушилки, которые используются для подышения вражеских полосов раньше. Примерно такое. Прямо технологии двойного назначения, надо срочно у нас строить, уже пора, и заодно поиск нового маршрута. По крайней мере, еще к этому идет. Еще более хороший инструмент, который заработал чуть позже, этот заработал где-то там в семнадцатом году, этот в восемнадцатом, инструмент Chime, канадский инструмент. Вообще говоря, изначально он был предназначен для, в первую очередь, космологических наблюдений, 21 сантиметр, но на самом деле она была в длинных волнах, поскольку идея была наблюдать 21 сантиметр, но приходящих больших красных смещений меняет частоту, но оказалось, что это из работающих инструментов, идеальный сейчас инструмент для поиска новых экстракрадио-всплесков. По оценкам они должны видеть всплеск в день, но инструмент работает недавно, и это не происходит так, что они увидели всплеск, и начали, в котором в газете вечером куплетят, утром на телескопе вечером иначе статья в архиве появилась. Они потихоньку обрабатывают данные, но действительно, скорее всего, они выйдут в итоге на такой примерно темп, наверное, за следующие пару лет видят несколько сотенцев лет. Это только строящийся, ну даже проектированный старый проект, это аналог чая, немножко по другому следующее в южном полушарии. Чем чаем важен, вот давайте я скажу, все до этого инструменты в основном работали в южном полушарии, потому что это значит Австралию, то есть паркс, отмост, это все аскап, про который сейчас поговорим, это австралийские инструменты, держитесь левее. Чаем канадский, соответственно, не дает северное небо, другая половина. В будущем, но на самом деле вот это уже ближайшее будущее, это 500-метровая ангелия, это китайский телескоп ФАС, и позавчера, позавчера, или позавчера, они опубликовали данные о своих первых быстрых радиусах. Держитесь левее. Но они не искали новые, они искали повторы первого источника повторяющихся северных и они увидели, то есть по крайней мере это демонстрирует, что инструмент работает, он очень эффективен, он пока в стадии вхождения в научную работу, но когда он заработает, то они будут видеть северных за неделю, учитывая чувствительность, он все равно куда смотреть, и при трелесах. Держитесь левее. А еще они будут просмотрены. Всплеск это очень здорово. Ну, наконец, счастье радиоастрономов наступит, когда появится вот это, это система SKA. Это, в некотором смысле, фантазия художника. Система SKA, она такая большая и хорошая, что она нигде не поместилась, половина будет в Австралии, половина в Южной Африке. Когда она заработает, но это не скоро, это в 20-е годы, не 20-е годы, в 20-е годы они будут идти в сплеск за час. Что еще интересного происходит? Происходит такое нормальное развитие астрономии, которое может привести к важным интересным последствиям для быстрых радиосплеск. Хотя делалось не для этого. Ну, почти любая наука астрономии, в частности, тоже хорошо видно, устроена так, что возникает какая-то тематика, которая, условно говоря, становится модной. То есть, все считают, что она важна. А что означает вкладываются большие деньги? А когда туда вкладываются большие деньги, туда проще вложить еще большие деньги? Потому что, ну, как это, вы приходите к чиновникам, а я хочу вот на этом, так кто еще этим занимается? Никто, у нас такая идея новая разработка, ну, ладно, не дадим. А приходите, знаете, все этим занимаются, а мы отстаем. Ну, хорошо, вот вам денег, сколько дают они? Ну, дают миллиард. Здорово, мы тоже дадим миллиард на руке. Что-нибудь в этом духе. Но это действительно развивающаяся, сейчас самая такая развивающаяся тематика проявляционно-волновленных людей. И, как вы знаете, очень важно одновременно видеть события в других диапазонах. То есть, лайга, вверху увидели всплеск проявляционных волков, люди хотят одновременно видеть сплеск в оптике, в гамм, в ремьере, в радио, везде. И поэтому развивается технология более или менее постоянного или мониторирования больших властей или очень быстрого наведения. То есть, лайга сработала, если это мощный сигнал, они, безо всяких шуток, со скоростью света отправляют сигнал, который там с каким-то задержком, который связан в основном с тем, как они будут зарабатывать. И есть несколько таких проектов, понятных названий, типа Widerpaster. Идея в том, чтобы быстро наблюдать один кусок неба и вот этой области наблюдения самых разных инструментов в разных диапазонах спектра, в оптическом, в ультрафиолетовом, рентгеновском, радио, в общем, самых разных, которые они могут навестись в одну область. Я напомню, что вот это примерно размер лунного диска. Соответственно, вот область порядка квадратного градуса они быстро все накрывают. И это очень здорово. Повторюсь, предназначено это для быстро вычисления нового маршрута. В алерте с гравитационно-волновых детекторов. Но, естественно, система может работать и от других алертов. И, по крайней мере, ее элементы работают по алертам с радиотелескопов, которые идентифицируют быстрые радиосплески. Ставится новое аппаратное и компьютерное обеспечение на разных антеннах. Известные системы есть телескопы BLA, которые я уже упоминал в штатах. В прошлом году они поставили новую систему Real Fast, которая быстро может идентифицировать радиосплески. это тоже очень важно. Уже упоминал проект ASCAP. ASCAP это Australian S-K Pathfinder. То есть австралийский контакт системы S-K. Вот такая система радиотелескопов. Она может работать в двух модах. У Борис Борисовича у него есть две фазы. В одной моде эта система телескопов покрывает очень большую площадь неба. И тогда, грубо говоря, каждый телескоп смотрит свою точку. И они могут большими площадями искать. А в другой моде наоборот телескопы разные смотрят примерно в одну и ту же область неба. Но зато тогда, если они видят сплеск одновременно, они могут очень точно его локализовать. И в этом году это позволило локализовать еще один сплеск. И вот потому, что все становится сложнее, если первый был в галактике в области галактического металичности в области сборной звездообразования, прям идеальное место для рождения молодых метронных звезд с экстремальными параметрами, то вот эта галактика такая вполне себе нормальная старая, где много метронных звезд не должно рождаться. конечно, все запомнило. Двигайтесь прям. Станово немножко непонятно, но надо подождать, может быть, распутываться, само собой. Должна заработать система, пока я не видел с нее результатов каких-то в Голландии, ниже Нидерланды. Вот на этой системе телескопа должна заработать система оператив. Это важно, потому что это опять-таки северный нефт, где работают только Чайм, пока. Постоянно появляются всякие интересные новые данные, но я не буду про все конечно говорить, мы уже сейчас не долго будем про это все болтать. Аскап в конце 18-го года меньше года назад представил пачку новых событий, очень интересно. Приготовьтесь к повороту Самое главное, что заработал Чайм. В 18-м году, когда они находились во вкладочной стадии, они уже начали видеть вспышки и в январе этого года они представили первый результат. Поверните направо. Там было 12 новых всплесков, плюс источник повторяющихся всплесков. Было очень важно на этот момент в январе этого года было всего лишь второе источник повторяющихся всплесков. Теперь их известно 11. Из этих 11 9 инструмент Чайм. Но соответственно все это будет развиваться. То есть как минимум у нас будет расти количество объектов и когда повторюсь заработает СК количество растет многообразим перечип. Но в данном случае мы не уверены что количество перейдет в качество нам лучше сразу качество сразу качество это или увидеть одновременно всплеск в радио и например в рентгеновском олигамо диапазоне это будет очень здорово это но я думаю сразу позволю выбрать правильную модель может быть жизнь будет устроена иначе и у источников повторяющихся всплесков удастся найти периодичность между вспышками как было с вращающими радио это тоже естественно будет указывать определенные периоды определен периоды сможем пометить как они меняются определим как они меняются измерим магнитные поля и тут все поймем то есть или одна стертая форма на работе или дать работать так что действительно нам нужны новые наблюдения пока что что мы знаем у нас есть подсотни вспышек реально опубликовано 90 источников не считая повторов 90 источников но повторюсь и у Аскапа и у Чаем и у Атмоса и у Меркаты в общем у всех инструментов есть неопубликованные источники полноизвестные двигайтесь прям хорошо обработан держитесь правее затем поверните направо но пока они видны только в радио существует много моделей но есть две хорошие модели это или магнитары или пульсары ну такая экстремальная модификация для пульсаров важно быстрое вращение для магнитаров сильные магнитные поля но никто не мешает совместить и для самых энергичных самых энергичных лучше сказать источников первые источники повторяющих поверните налево всплесков от которого уже от одного больше двухсотен зарегистрировали событий вот его конечно проще всего объяснять объектом у которого и поле сильное и период вращения очень короткий но период пока померить не получается ситуация похожа на то что было с гамма-всплесками гамма-всплески вот 30 лет для людей эти нас мучают 12 меньше ну соответственно кажется если история действительно повторяется покажет второй раз то в течение не очень большого времени удастся все это понять естественно выходит огромное количество статей поэтому про это трудно рассказывать вот собственно я в Питер приехал на следующей неделе в Питере сейчас подряд будет несколько больших конференций астрофизически вот на следующей неделе будет конференция фистехи как раз посвященная 25-летие работы одного гамма-детектора который как раз группа Мазица запускала который в частности гигантские вспышки магнитары и у меня до сих пор не готов доклад потому что я его готовлю готовлю готов хоп появляется новая статика отлично я начинаю с ней разбираться делал свои хоп и появляется еще одна все это все это очень непросто но тем не менее люди пытаются делать обзор неблагодарный труд но все равно надо делать в этом году вышло два хороших обзора они вот есть в архиве они естественно на английском языке есть такой каталог моделей он описан в этой статье но вообще это онлайн проект то есть они просто онлайн добавили новые теоретические модели когда они появляются если вы не читаете по-английски можно зайти в журнал УФН и там найти уже аж годичный почти давний наш обзор безумно устаревший по этой проблеме и как углубить свое внимание спасибо с вопросами дожидайтесь микрофона потому что для всякой записи трансляции важно чтобы вас было слышно не только в зале что если есть вопросы поднимайте руки и вам немедленно несут микрофон или если у вас есть оброждение что это неправильно и вам был голос а он выключен да? большое спасибо большое спасибо за лекцию полный спектр этих спеисков еще один график 600 и 800 мегагерц то есть и вот этот спектр он вообще наводит на какие-то мысли? наводит он наводит на много мыслей он наводит на много мыслей в этом проблема и то есть спектральные данные они пока ничего особо не проясняют вот в чем поэтому есть спектральные данные видят если мы там поверим людям испущено они видят на 100 мегагерц всплески правда немножко не так не так это может это я? нет? совершенно точно видят почти там до 10 гигагерц всплески но это в общем ничего не охраняет пока то есть нужно уйти сильно в другой диапазон чтобы это стало неущественным рентген гаммон хотя бы в оптику куда-нибудь так уго вот там залез в руках то же самое а да включен он что-то класс да ну давайте ладно давайте громко просто аксиона да Да. Смотрите, да. Можно отвечать? Давайте. Парсек, да. На самом деле не сильно. Там типичное красное смещение 0,3 для космологов.